выбранные из районов управляющих советов. Из этих межрайонов есть кураторы. Кураторы из нашего экспертного совета, родители. Поэтому мы имеем связь с каждой школой, с каждым управляющим советом. Мы можем доносить информацию с легкостью и получать. Ну и, конечно, если есть какие-то вопросы или предложения, мы принимаем, каких запросов от округа, от какого округа какие запросы. Ну и проводим работу. Бывает так, что один округ помогает другому советам, потому что практика уже есть. У нас этот механизм, он построен и работает на сегодняшний день. Но он начал, по крайней мере, в этом году работать. Спасибо. То есть можно воспользоваться... Да, конечно. Да, конечно. В рамках школ города Москвы, комплексов образовательных, да. Мы для родителей не только своих, но и коллег несколько подготовили интересных проектов. Я хочу, чтобы мои коллеги рассказали, на что мы приглашаем. То есть наша такая инициатива, вот, Мария Вячеславовна Гололобова, хороший специалист по терапии. Мария, я сейчас скажу, каждый месяц проводит бесплатно, безвозмездную терапию для студентов. И у нас в аудитории 414 бывают аншлаги. 60 человек. И инвалиды, и неинвалиды. Это что-то. Чтобы в воскресное время забрать, это надо действительно пользоваться большой популярностью. И вот каждый месяц мы для студентов делаем. И следующая встреча уже будет 4 октября. Но мы, как и для студентов, уже для родителей хотим предложить. Тоже такое мероприятие, Мария Ваша. Да, уважаемые родители, всех приглашаем 4 октября на наше мероприятие. Их будет два одновременно. Для студентов психологического вуза, кто учится у нас в университете, и других, пожалуйста, будет проходить обучающее занятие по артерапии для будущих специалистов. Одновременно, параллельно с ним, будет занятие по артерапии с родителями. То есть кто привезет ребенка, то есть он будет занят тоже артерапией, но отдельно, потому что в одну аудиторию мы уже боимся не вместимся. Сейчас уже аншлага. Да, да, да. Уже аншлага. Детей мы будем учить, как с этим работать. Будущих специалистов будем давать в руки инструменты, инструментарий, как с этим быть, как работать с клиентами в дальнейшем, в индивидуальной групповой работе. И одновременно родители на себе могут увидеть эффект артерапии. Одновременно приглашаю всех, пожалуйста, приезжайте. В 10.30. В 10.30 мы начинаем. И для родителей, и для детей. Я думаю, чтобы все приехали одновременно, лучше начать тоже одновременно. Не важно. Хорошо, хорошо. Это не все. Вот, я хочу сказать, что мы сейчас очень большое внимание уделяем программе социокультурной реабилитации именно развитию художественных, через художество. Сейчас мы активно, уже четвертый год работаем в Средяковской галерее. И каждый месяц ведем туда на экскурсии по всем залам, картинам и так далее. Это первая такая экскурсионная. И даже трансляцию ухитрили сделать. У них есть программа «Открытый музей». Они тоже в этом заинтересованы. И наши студенты из Перми, из других регионов смотрят трансляцию. И тоже бывают аншлаги. Было их 35. Вот последнее мероприятие. Это было у нас в Среде. И 35 наблюдало уже со стороны. Мы проводим там занятия. Но Средяковка предложил еще очень интересный проект. Восприятие художественных произведений не зрячим. Как воспринимать картину? Мы сейчас в библиотеке для слепых. С нашими специалистами университета, которые специализируются по тихо педагогии психологии. Сы, логос и так далее. Объединяем наши интеллектуальные возможности. И как раз готовим всяких выставки в конце октября. 20 с лишним скульптур будет выставлено. Ну и как раз будет что-то очень интересное. Ну вот по артерапии мы приглашаем. Будет и для родителей. Для родителей мы первый раз это делаем. Вот. Для студентов у нас уже несколько лет подряд. И там уже аншаг. Мы радуемся, что студенты любят это. Это вот из сферы дополнительной программы. Наша выпускница, Анна Стуит, Анна Вадимовна, come on, please. Вот. Закончила университет весной. То есть в феврале получила диплом. И предложила, говорит, я готова с родителями работать по своей программе. Анна Стуит, очень успешный предприниматель. Вот. Зоомагазины. Но она очень интересна. Много с нашими студентами рассказывала по трудоустройству. Когда стала проблема, трудоустройство – это вечная проблема. Но наших студентов надо учить работать. Правильно? Учить работать. У них опыт жизненный другой, чем у нас. Правильно? Я когда поступал в университет, я понимал, что после университета я стопроцентно пройду работать. Никаких сомнений вообще нет. Естественно, что у людей с проблемами здоровья нет стопроцентной установки на работу. Ну и так далее. Я тогда Анну Вадимовну попросил, говорю, вы как предприниматель, нанимаете людей, их увольняете. Расскажите, какие требования вы предъявляете, как вы относитесь, почему увольняете сотрудников, ну и так далее. И Анна Вадимовна проводила вебинары для наших студентов. Аншлагов, скажу честно, не было. То есть мы как-то на это очень задумывались над этим, что как бы не хотят некоторые понять требования. У меня был один студент, если он учится сейчас, говорит, Бронис Бронисович, я хочу к вам на факультет. Вот, я говорю, места нет, это, он один раз говорил, конференции помогите, там что-то поможет. Два часа походил, говорит, я уже устал, можно поехать домой. Я говорю, подожди, если ты хочешь на работу, ты за два часа ничего не делаешь, уже устал, то зачем мне нужен такой работник? То есть наших студентов надо готовить к трудовой деятельности, это объяснят. У них опыта нет, они многих вещей не понимают. Вот, Анна Вадимовна как раз это сказала. Ну и второе, взять своих финансовых денег, вкладывала в соцпроекты и так далее. Но у меня есть очень интересный проект для родителей. Такой небольшой клуб, и каждую неделю Анна Вадимовна готова встречаться, с этого собственным временем, скажите, удачи. Ну, скажем так, этот проект родился не у меня и не близко. Давнишняя достаточно история. Был такой врач по фамилии Балент, и он предложил Балентовскую группу для формата, скажем так, контроля за эмоциями, за тем, чтобы не было эмоционального выгорания. Вы знаете, наверняка этот термин сейчас очень много рекламируется везде. Вот, потому что, когда есть проблема, которая нерешаемая, всегда есть проблема с эмоциями. К этому нужно как-то привыкнуть и как-то стараться от этого отходить. И во многих клиниках за границей, и во многих клиниках уже сейчас в Москве, и в Петербурге крупная ассоциация Балентовской группы, предлагается среди коллективов рабочих, среди коллективов, кто работает с болью, с проблемой, сделать такие вот, ну, скажем, форматы именно встреч в группе. На самом деле, у меня есть опыт, я провожу такую группу уже в течение полутора лет в клинике ветеринарной. Достаточно хороший отклик среди коллектива, и, в общем-то, эмоциональный климат среди коллектива достаточно руководители отмечают как улучшаемый от этих процессов. Соответственно, родилась идея для родителей людей с инвалидностью, да, которые имеют проблемы всегда в постоянной семье, и в социуме, и там, во многих сферах, и делают тоже такую форму работы. Единственное, она требует регулярности, да, то есть не так, что это кто-то пришел раз в месяц или раз в полгода, это создается группа постоянных людей, которые постоянно присутствуют, и обсуждается в кругу все эти сложные вещи. Вот развивается эмоциональная, скажем так, компонента, развивается устойчивость и физическая, и соматическая, да, в процессе этих вещей. Так что, если кому-то интересно, я могу в деканат прислать презентацию, вот, и посмотрите, что это такое, как это все делается. Но это требует работы регулярной. Вот хотя бы раз в неделю, встречи хотя бы на час, да, примерно эффект можно ожидать спустя полгода от регулярных встреч. Обычно проводится полтора-два года эта процедура, да, если кто-то хочет продолжать, создается новая компания, но это закрытая группа, закрытого формата, то есть формируется какое-то количество людей, которые постоянно ходят на занятия. Она немножко легче, чем знакомые вам дештальт-группы, знакомые тренинги, скажем так, которые групповые, вот, потому что создается внутри очень мягкий климат, есть безопасное поле, когда все друг друга знают, можно обсуждать проблемы насущные, которые есть в этом формате. Вот так что... Какие-то вопросы? У вас что-то предложение очень интересное, единственное, как бы... В какие группы будут управляющие? Значит, у группы есть ведущие. Значит, приходят люди, которые хотят решить свои проблемы, долго говоря. Ну, это болото погружает. Ну, это не болото, это достаточно динамитный процесс, потому что это круг людей, которые друг друга знают. Они не оценивают поведение, не оценивают состояние, не оценивают внешний вид людей. И просто решается именно эмоциональная сфера. Она развивается, потому что кто-то боится признаться в каких-то вещах себе и окружающим. Вы ходили на такую группу, на какую-то группу. И были проблемы, мои проблемы, это... Мы в это погрузились, и никто нам не помог. Нет, нет, это зависит от опыта и, скажем так, грамотности ведущего. Это, ну, мы все, знаете, да, вы можете сходить к зубному врачу, который вам сделает слюд. Да, кто-то вылесит вам зуб прекрасный. А я не знаю о том, что ведущий, думаю, как бы вы танцы, и то есть я завязываю свою губу. Ну, да, но поэтому в данном формате это можно эффект ожидать через полгода минимально, да, то есть нет этих занятий, этот вопрос не решит. Если это глубинные проблемы, то это полтора-два года, да, регулярных походов в это все. Но формат интересен тем, что вы можете больше раскрыться, меньше раскрыться. Никакого нет прессинга, никто вас не представляет ничего. Можете просто промолчать всю сессию, можете что-то говорить, то есть никаких нету давлений извне. Вот это некий контакт с людьми, у которых похожие проблемы, которые могут вам помочь в том числе. Да, можно очень. Знаете, я не пробовала, честно говоря, интернет-формат. Мне кажется, что здесь требуется все-таки взаимодействие, да, потому что через интернет это будут вопросы-ответы больше, да. А вот такой эмоциональный опыт, когда вы видите эмоции другого человека, реакции на вот ваши, да, вещи, то есть вот это в ряд интернет-формате может быть хорошо. А прислать его можно, да? Ну, конечно. То есть вот такое интересное предложение мы вынашиваем уже с весны, да, на предложение. Вот сегодня решили озвучивать, озвучить, поэтому будем рады, если вы подключитесь, да, если хотите, вы сегодня можете уже сказать, да, вот Ане Вадимировне, кто хочет. Группа, то обычно небольшая, стабильная, закрытая, она не пополняется по ходу, ну и так далее. И желательно постоянно принимать участие. Во всем. А где-то реально смогут приезжать? Ну вот этот вопрос надо будет решить, кому удобно, да, нужно помещение, чтобы было рядом метро, там вот все это приезжает. Что? Вы знаете, количество людей до 10 желательно, да, 8-12 во всех источниках пишут, да, не больше 12. Нет, абсолютно нет. Ни возраст, ни пол, ничего абсолютно. Ну, единственное, что нежелательно смешивать детей и взрослых, да, потому что все разные эмоциональные проблемы есть. Ну, поэтому, конечно, когда это школьник, там, пятого класса и взрослый, и 40-летний мужчина, это работать не будет. Нет, ну она будет, но она будет. И интересная работа, это очень интересная, и поэтому подумайте, мы бы были рады. Анна Вадимовна уже нам полгода, я готова. Просто многие проблемы эмоционального характера, которые в жизни накапливаются и как слоеный пирог в голове остаются, да, и мы постоянно внутренним мысленням все время с ним возвращаемся, они, конечно, сниматься будут при таких вот форматах. Более того, так как это абсолютно безопасное поле, можно достаточно откровенные темы обсуждать, которые, в общем, в обычной жизни несколько скрыты. Поэтому можете сегодня оставить свои контактные номера, да, и можем сформировать и подумать. Может быть, если в воскреснее время у нас здесь проще с аудиторией, в воскреснее, все остальное забито. То есть у нас в субботу учатся вечерники, в рабочие дни магистры, в субботу с утра до вечера магистры, в воскресенье у нас только подготовительные курсы. Поэтому мы по воскресенью сейчас проводим ряд мероприятий. Вот, поэтому можно, Анне Вадимовне, записаться. Какие есть вопросы? Юлия Игоревна уже, наверное, доторопится, потому что мы удивляемся, как Юлия Игоревна успевает столько дел. Спасибо большое, что вы сегодня нашли время. Вот, мы ждем в среду 23-го, так, если получится у вас там вообще. Мы сделали большую работу, у нас будут все организации. ВОЗ, ИВОИ, ИВОК, ИМОСКОВСКИЙ. Вот, и вы узнаете, чем же они занимаются. Вот, мы тогда узнаем, чем они занимаются. Поэтому, вот, мы хотим, чтобы вместе пообсуждать эти вопросы. Спасибо всем большое, что я уже поеду. Хорошо, и Людмила Николаевна тоже с нами прощается. Мы тогда еще продолжим. Спасибо огромное. Давайте поаплодируем. Спасибо огромное. Ну, было бы очень хорошо. У нас там будет очень, да. Хорошо. Сейчас мы хотим сделать еще несколько важных таких сообщений о наших планах, перспективах и так далее. Первое, это, хочу сказать, что с 1 января наш университет переходит на федеральный уровень. Мы сейчас Московский городской психолко-педагогический университет. С 1 января мы будем Московский государственный психолко-педагогический университет. Именно уже федеральный университет. Есть свои плюсы, есть свои минусы. Минусы в том, что на федеральном уровне всегда меньше денег. Да, и больше иногда по остаточному принципу. Поэтому здесь правительство Москвы на уровне Москвы выделяет 120 тысяч на бакалавра. А федеральный уровень выделяет 63 тысячи 500. Два раза меньше. Вот, то есть финансирование в два раза меньше. И более жесткое финансирование. Здесь при правительстве всегда больше выделяли программы людей с инвалидностью и так далее. Поэтому, да, могут быть изменения в учебных планах и программах. Если сейчас у нас студенческая группа 5 человек, бюджетной группы, то не исключено, что у нас с переходом на федеральный будет 25. Что это означает? Если у нас сейчас есть, допустим, 4 группы по 5 человек на курсе, это 20 человек, и семинарских занятий выделяется, допустим, там 12 на группу, то и того 48 часов, которые получают студенты. Ну, мы их делим еще на 3 подгруппы и так далее. Если будет жесткая схема финансирования, то будет только 12, и не больше, и на 25 студентов. То есть только семинара, как сейчас, уже не будет. Если будет жесткая схема финансирования, то есть в финансовом плане у нас будут... Ну, я пока предполагаю, потому что уже сейчас мы начинаем делать финансовые расчеты. На федеральном уровне таких специальных программ, как у нас сейчас, нет. Та программа, которая есть на факультете, она создана правительством Москвы, департаментом образования, и отсюда 5 человек на группу. На федеральном уровне таких вещей нет. Там более жесткие схемы. Группа – это 25 человек. Если заочники – 33 человека в группе. И если написано 4 лекции и 4 семинара, то не больше 4 лекции и 4 семинара. И финансируется это. Поэтому здесь пока мы не знаем, что нас в этом ждет. Другой статус – это федеральный статус. И мы сейчас выполняем госконтракт с Министерством образования. Наш университет уже в течение всего года занимается разработкой и апробацией модели учебно-методического центра обучения студентов с инвалидностью разных норзологий. То есть наш университет является ведущим или одним из ведущих вузов России, который разрабатывает методологию, методики и технологии образования студентов с инвалидностью. Тем более использование дистанционных технологий. В связи с этим у нас 23 сентября, это следующая среда, с 10 начинается последний, пятый, в рамках этого проекта в этом году, Всероссийский семинар. Я с двух словах скажу, потому что мы хотим пригласить родителей на этот семинар. Тема семинара это развитие региональных ресурсных центров обучения профессионального образования. То есть должны в ведущих вузах России созданы опорные пункты, центры, которые должны учить студентов, ну помогать учить студентов с инвалидностью. Мы решили собрать, давно это была наша мечта, в нашем университете собрать все основные общественные организации, которые занимаются людьми с инвалидностью. Первое, Всероссийское общество инвалидов, это главная организация. Дальше Всероссийское общество слепых. Дальше Всероссийское общество глухих. Дальше есть московские городские организации ВОИ, ВОЗ, ВОК. Есть московские областные организации ВОИ, ВОЗ, ВОК. Вот, с помощью Юрия Николаевича нам удается в этом году, вот, 23-го, собрать всех представителей этих организаций. Это мы считаем большой победой, это была давняя мечта, потому что мы говорим, образование наших студентов, это совместная проблема. У них есть свои ресурсы, у них есть свои мероприятия, конференции и так далее. Вот, у них есть свои специалисты, которые хорошо знают особенности. И поэтому мы говорим, наши студенты, мы вместе со студентами хотим в гости к ним, а их мы хотим приглашать к нам. И с ними вместе обсуждать и проблемы образования, и проблемы социализации, и проблемы профориентации, и проблемы трудоустройства наших выпускников. Мы общественным организациям говорим впрямую, мы готовим психологов-консультантов. И прежде всего ориентированно работают для людей с инвалидностью. Вам что, они не нужны? Общественным организациям. У вас есть и финансирование, у вас есть структурное подразделение, у вас есть производство, у вас есть люди, которые этим. Наши студенты могли бы иметь профессиональную перспективу и ваших организаций. И буквально недавно поступило интересное предложение, когда мы разговаривали с Российским обществом глухих, глухих руководителям. Руководитель говорит, вы знаете как, у вас может быть есть выпускник очень умненький, но связано это глухих. Говорим, а зачем вам это надо? А нам нужно обновлять кадровый состав. Мы ищем в себе новых сотрудников, потому что там еще советского периода, много руководителей еще, но уже во возрасте. А сейчас и государство, и президент, сейчас очень жестко ставят сотрудничество всех общественных организаций с государственными структурами. Мы недавно были в Всероссийском обществе слепых и встречались с вице-президентом Абрамовой Лидией Павловной. Она говорит, вот у меня сейчас лежит дорожная карта, подготовлена департаментом, не помню, каким-то департаментом, кажется, по спорту. Они должны согласовывать эту дорожную карту уже с Российскими обществами. В рамках даже нашего госконтракта с министерством есть важная задача выстраивания отношений с всероссийскими обществами. То есть сейчас очень большие задачи поставлены. Им нужны новые кадры, кадры, которые способны сегодня решать эти вопросы. И они говорят, может быть, у вас есть умненький студент, выпускник, который может нам подойти. Ну и так далее. То есть мы с ними сейчас будем активно обсуждать разные вопросы, связанные с профессиональным будущим образованием наших студентов. Кстати, у них есть свои санатории. Вот, где мы хотим поехать в другое, что там цены иногда коммерческие и не всегда простые ситуации. Вот, но мы готовы с ними обсуждать. Поэтому 23-го с 10 утра где-то до 2 часов у нас будет 414 аудиторий, очень важный разговор. Это будут вот эти общественные организации разных уровней, будут работодатели, которые предлагают работу для студентов, и родительские организации. И Елена, и Юлия Игоревна, может быть, и Мессникова, Людмила Александровна, которые сегодня Людмилу Николаевну прислала своего сотрудника. И мы вместе будем обсуждать. Мне представляется, что все эти организации впервые так соберутся для обсуждения этих вопросов. Мне так легко было собрать. Мы приложили немало сил, ходили эти вот 10 дней по организациям, встречались. И очень продуктивно, мне кажется, есть. Поэтому мы вас настоятельно приглашаем 23-го сентября. Это следующая среда, с 10 утра. Чтобы вы от родительского сообщества сказали те вопросы, которые интересуют. Если я как декан скажу, что мне нужна санаторная лесная школа для поездки, это будет одна ряд. Если скажут родители или даже и студенты, мы студентов приглашаем. Если студент скажет, вот мы хотим, мы были, нам это очень нужно. Вот, мы хотим общаться. Ну, для колясочника, представляете, у них выбор не такой большой. И когда мы видели на нашем весном семинаре 15 колясочников в 11 ночи, танцуют, выстроят звезды. Другой еле ходит, тащит другую коляску. Это было, да? Ну, это что-то было. А потом они шли в корпус, где они живут. Дальше брали гитары, печушки какие есть, у кого. Но собирались и в холлах они до трех часов или петли общались. Для них это было как глоток свежего воздуха. Вот, мы хотим такие выездные семинары делать, но пока санаторная лесная школа из департамента образования перешла в департамент соцзащиты. И та прекрасная площадка, которая была сделана там двумя крупкими женщинами. И помните, там в последний раз мы смотрели, когда уже было все завершено. А стадион даже с красками сделан, да? Вот, в декабре закончился контракт у них, и их уволили. Вот, и прихватизили все это дело. Там нам путь закрыли. Вот так. Ну, я к чему это говорю, что первое, если у родителей есть какие возможности, эти вопросы нам надо решать сообща. Сегодня мне так легко их решать. Может быть, есть у кого там знакомые, какая-то подсказка, кто-то знает, на кого выйти, чтобы могли мы организовать выездные. Но, по крайней мере, нам надо воспользоваться 23-м и задать руководителям этих общественных организаций, куда мы можем поехать, правильно? Какие санаторно-лесные школы или другие учреждения. Кроме того, эти вопросы можем поднять 5 октября, когда, если пойдем на съезд родителей. Вот, под лежачий камень вода не течет. Если мы ничего делать не будем, вопросы задавать не будем, ничего и происходить не будет, правильно? Вот.